В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Раокотская. Здравствуйте! И у нас в гостях заведующая Дальневосточного ветеринарного центра, врач узких специализаций Анжелика Грещенко. И мы будем говорить, конечно, о наших питомцах и ветеринарной помощи животным. Анжелика, привет! 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 Сразу знаешь, о чем хочется поговорить? Даже не о ветеринарной, какой-то помощи нашим братьям меньше. В городе назрела острая проблема. Это проблема бездомных собак. Сейчас во всех пабликах, на всех новостных лентах о том, что где-то стая бездомных собак, если не напала, если не причинила ущерб, то напугала. Поскольку ты ветеринарный врач, ветеринарный врач со стажем, я хочу задать этот вопрос тебе. Бездомные собаки, они действительно представляют угрозу какому-то обществу? Ну, смотри, Юль, наверное, бездомные собаки, они были всегда. Да, они есть сейчас, они были 5 лет назад, 10 лет назад, но тогда не было такого количества социальных сетей, обмена информацией. И не было настолько много фейковых новостей. То есть сейчас очень любят, чтобы это было шумно, громко, что-то обсудить. Ну, возможно, лично вот мне так кажется, что иногда за вот подобными какими-то огромными фейковыми новостями просто люди, ну вот... Увидели собаку, испугались и все. Да, увидели собаку, испугались, это все раздулось, раздулось до каких-то огромных размеров. То есть, ну вот лично наше мнение, конечно, то, что животные, они бывают разные по характеру, да, то есть бездомные собаки, если они сбиваются в большие стаи, они действительно могут нести определенную угрозу человеку. Но не напрямую человеку, потому что они злые, а потому что собаки, это животные территориальные, да, они могут ограничивать и охранять какую-то свою территорию. Ну и, соответственно, то есть представь ситуацию, если там, ну это где-то какой-то участок леса, то есть или, как обычно, этих животных там вывозят, выбрасывают там на каких-то заводах, каких-то стоянках, они сбиваются в стаи. Если идет человек и начинает махать руками, животное может воспринять это как угрозу. И, ну, непосредственно защищать себя, защищать свое потомство, она может начинать лаять, то есть и тем самым предупреждая о том, что ты там не подходи ко мне ближе, да, ты не подходи ближе, потому что это я буду защищать себя, я буду защищать свое потомство, я буду обороняться. Ну, у нас же из этого из всего могут раздувать какую-то, опять же, огромную шумиху, и если человек потом при этом хватает камень, палку, начинает кидать, шевырять, ну, извини, там, если я буду идти со своим ребенком, и кто-то там начнет что-то... Хватать камень. Да, хватать камень, кидать, да, я тоже начну рычать и гавкать. Да, ну ты, у тебя собаки-кошки в большом количестве, дети двое, да, ты гуляешь, причем вместе и с собаками, и с детьми, я это прекрасно знаю, да, с двумя девочками и с двумя своими собаками, то есть у вас традиционная утренняя прогулка. На вас когда-нибудь нападали? Ну, были такие ситуации, когда действительно, то есть, ну, там есть места определенные, где живут уличные собаки, и они могли стоять, гавкать, ну, вот прям, чтобы нападать, нет, на нас никогда не нападали. Что ты говоришь своим детям, как себя вести с бездомным животным? Ну, в первую очередь, не нужно самому к нему лезть, да, то есть нужно рассказывать детям, нужно объяснять, что если вы там увидели прекрасного милого щеночка, там, или собачку, не нужно к ней лезть, пытаться ее погладить, сувать руки, там, обнять, еще что-то, потому что это животное, это животное, будь оно даже домашним, диким, да, то есть оно может какую-то обратную реакцию, ответную реакцию проявить, то есть, и, ну, опять же, ему это не понравится. Буквально недавно было тоже где-то в инстаграме ролик, где, значит, возле какого-то магазина сидит собака, идет женщина, женщина немножко нетрезвая, и она начинает активно эту собаку пытаться там что-то ей сделать, пытаться ее оттуда вытянуть из-под этой лапки, в итоге собака, конечно же, женщину кусает, она сначала рычит, потом она ее кусает, ну, и из этого опять же раздули новость, то, что, а, вот как же в городе животные нападают на человека, фактически этот человек изначально напал на это животное. Ну, то есть, ситуация, когда собака реально нападает без каких-либо причин, это очень редкая ситуация? Ну, это крайне редко, да, то есть, это крайне редко, и все равно, то есть, собака, она не будет это делать первой, потому что ей так хочется, потому что она злая, она будет это делать, как оборонная реакция у нее, это возможно, ну, оборонная реакция для того, чтобы ее не трогали, для того, чтобы там не заходили на ее территорию. Ну, и фактически, ну, я согласна с тем, что это огромная проблема, бездомные животные, и когда их становится много, это создает еще большую проблему, но это и в первую очередь наша ответственность, да, потому что, ну, животные, они не становятся бездомными просто так. То есть, как правило, это когда-то выкинутая коробка с щенками, там, ну, или вот огромное количество сейчас ситуаций, когда там на дачах бросают животных, поигрались летом, осень пришла, все это, все бросилось. То есть, там, или, допустим, там, когда уехал ты там в другой город жить, у нас была такая ситуация, когда к нам, ну, просто приходили люди с вопросом о том, что я хочу усыпить свою собаку. Мы, ну, а в чем причина? Человек говорит, я вот уезжаю, все, я хочу усыпить, мы ему предлагаем оставить это животное у нас, ну, написать отказную на него, вот, и, ну, объясняем, что мы его пристроим, все, там, там есть определенный фонд, он говорит, нет, ну, это ж моя вещь. Я вот решила ее усыпить. Ну да, но собака это же собственный, я решила от нее вот таким образом. То есть, ну, вот такие ситуации бывают, когда их просто выбрасывают, когда их просто выбрасывают на улицу, выгоняют, то есть, ну, опять же, человек не задумывается о том, что, в конце концов, когда он заводил это животное, он берет на себя определенную ответственность. Ну, и тем самым своими поступками он также показывает пример своим детям, да, то есть, и дети это все понимают, может быть, молча, там, не обсуждая, но они это все понимают, читают, будут вести себя точно так же то есть мы изначально приучаем не нести ответственность за то что мы для нас ну не столь значимо не столь важно то есть ну и в первую очередь мне кажется что с борьбой с бездомными животными это принять на себя ответственность за тех животных которые мы себе берем или там в первую очередь чтобы она впоследствии не стала бездомным не расплодилась да и тогда численность возможно будет как-то регулироваться ну и конечно же стерилизации потому что также да то есть бывает очень частая ситуация что ну у меня нету денег или нет желания или мне очень жалко отдавать свою собаку на операцию вот поэтому она у нас плодит щенков каждый год по шесть штук опять же кого-то из этих щенков ну благополучно раздают это не беспокоясь о будущем куда эти щенки попадают в чьи руки может быть они опять же также окажутся на улице других щенков которые не успели раздать в коробочку где-нибудь возле магазина там возле детского садика ну а вось кто-нибудь их заберет да то есть опять же это наша ответственность если уж мы заговорили об ответственности заводим мы животное будь то щенок котенок не знаю кролик в конце концов но кто угодно да от и до что мы должны сделать ну в первую очередь мы должны обдумать свой поступок да а надо ли нам его заводить потому что опять же вот этим моды на породы да вот обычно там пройдет какой-нибудь мультик ребенок начинает а я хочу вельшкорги я посмотрел мультик я хочу вельшкорги ну родитель думает господи они же такие милые они такие пушистые заводит вельшкорги даже знать не знает о том что это забыл за порода для чего она изначально была выведена и что же нам дальше делать ну вот такая проблема с хасками сейчас огромная потому что хаски это считается самые убегаемые породы это вот как приус самая угоняемая машина так хаски это самая убегаемая собака у меня у самой дочь безумно просят хаски куда вот еще здесь то есть как бы я понимаю еще человек то что фактически это собака которая была изначально нет для городской квартиры совершенно не для городской квартиры я знаю ну конечно же есть ответственные владельцы которые там каждое утро вечер день и ночь выводят эту хаски там куда-либо там погулять там либо занимаются ездовым видом спорта на этом действительно счастлива владелец счастливая собака но в большей степени мы их потом видим этих пабликах убежала хаски потерялась хаски найдено ха съела пол квартира хаски съела пол квартиры продам дурака последние вот это было да то есть первую очередь мы должны понимать а зачем нам собака или зачем нам кошка то есть то же самое как кошек заводят сейчас очень модная порода британцы шотландцы смотри нами и опять же чем более становится модная порода тем больше мы видим уличных британцев шотландцев до их опять же выкидывают оставляет в подъездах до в большом количестве у меня у самой живет шотландец вот хотя я говорил что я в жизни не заведу себе такую породу кошек потому что но не очень много болеет очень часто к нам обращаются с различными проблемами но так случилось то что котенка нашли на улице у него были определенные проблемы со здоровьем то есть опять же породистый шотландец никому не нужный как-то да вот я не представлю для меня это вообще боль какая-то жуткая я не представляю своего кота на улице даже несмотря на то что он разбил огромный плазменный телевизор но да это ответ это вопрос хозяевам это вопрос ответственности я вообще удивлена это такая лирическое отступление что ты завела себе кошку поскольку мы с тобой одноклассницы мы знаем друг друга миллион лет и всегда у нас была мы дружили но у нас была война кошки и собаки в итоге в итоге у меня победили кошки мне три кошки и две собаки да причем я была за кошек а ты была за собак знаешь еще что завели уже да там щенка котенка неважно мы должны идти к ветеринару мы должны делать прививки мы должны вести на осмотр ребенка или нет ну вот здесь я думаю что больше да чем нет особенно если это первый питомец в доме да потому что обычно первый питомец в доме мы много всего начитались уже в интернете там по отзывам чем кормить чем не кормить но к сожалению интернет это большая помойка да то есть и вполне возможно то что все что вы начитались не есть так на самом деле и поэтому можно предугадать сделать правильный выбор в плане кормления осмотреть животное и возможно увидеть у него какие-то отклонения и сразу их откорректировать и предугадать проблему которая может повлиять на дальнейшую жизнь питомца да то есть поэтому я за осмотры но и конечно же обязательно за вакцинацию потому что вирусными инфекциями болеют не только собаки которые гуляют на улице болеют и кошки причем вот в сезон но вот сезон это обычно весна и осень с инфекциями кошек нам приносят даже чаще чем собак хотя казалось бы большая часть кошек она даже не выходит за пределы квартиры то есть инфекцию на обуви да то есть есть инфекции которые переносятся только при тесном контакте животное с животным причем они должны пожить друг с другом там достаточно длительное время а есть инфекции которые мы можем принести на обуви то есть например чума кошек это очень тяжелая инфекция она ну не редко бывает летальная для животного то есть профилактика просто это вакцинация то есть вакцину проводят в молодом возрасте два либо три раза а далее ежегодно далее ежегодно и вот такой простой момент который может спасти жизнь животным ну плюс то есть как правило во время вот этих вакцинаций врач осматривает прощупывая прощупывает смотрит там все ли в порядке в ротовой полости там а не нужно ли щенку удалить молочные зубы потому что бывает такое что они не выпадают сами ну и мы также как маленьким деткам приходится удалять ну а иначе потом приходит какой-нибудь чихуахуа в три года у него просто в два ряда как у акулы эти зубы растут но и они уже порчены они там зубным камнем их потом приходится удалять все то есть можно там врач осматривает он проводит аускультацию он слушает на наличие шумов сердца и опять же то есть вот допустим у меня буквально вот сейчас наверное ну уже наверное доехали и сделали операцию на сердце в питере у щеночка у которого вот как раз таки на таком из осмотров врач сторонней клиники услышал шумы в сердце это была совершенно здоровая собака молодой щенок он отправил кардиологу так как я занимаюсь кардиологии ко мне этот щенок попал у него выявился порог сердца который можно прооперировать ну и дальше собака будет жить обычной жизнью в течение там ну всего там своего там собачьего там ну ты пудель то есть следующий пятнадцатом 16-17 лет да если бы это не выявили то это привело бы к развитию сердечной недостаточности появились бы симптомы но прооперировать уже было бы поздно то есть ну вот фактически проведя аускультацию врач какой-то терапевт он потенциально спас животное ну по крайней мере продлил ему жизнь точно да на несколько лет как минимум а соответственно счастье и радость хозяин конечно числе да в течение жизни животное должно наблюдаться у специалиста если дату как вот скажи ну вот здесь есть такая вещь как диспансеризация дали гулять реализация она важна как человеку так и домашним животным но у нас как правило такой менталитет что мы про нее забываем кстати я видела недавно в вашем центре на котельникова 2 помню да 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 диспансеризация проводится но мы прямо запускали такую акцию до запускали акции диспансеризация для вашего питомца то есть там что-то в инстаграме участвовал ничего не выиграл не можешь потом позвонить и вот как раз таки мы запускали эту акцию мы делали там определенную скидку на эту диспансеризацию для того чтобы можно было посмотреть животное там мы проводили ему это звуковое исследование брюшной полости сердцем измеряли давление ну и при выявлении каких-то отклонений уже дальше более глубоко исследовали эту область для того чтобы понять проблему на ранние и стадии диспансеризация очень важно но если это молодое животное то это может быть не так часто но опять же здесь все зависит от породы то есть допустим есть такие породы животных это ну к примеру у собак есть такая порода кавалеркин чарльз панель то есть их в принципе в разведение не допускают без регулярных осмотров узких специалистов потому что у них есть генетически обусловленные заболевания ну и вот там раз в год раз полтора года такие животные приходят на осмотр там доберманы допустим там кошки там скотиши скотиши они тоже регулярно нужно им проверять сердце проверять почки ну потому что заболевания они генетически обусловленные которые могут проявляться там в течение жизни даже в самом молодом возрасте то есть я правильно понимаю что раз в какое-то время мы ведем животное на осмотр раз там в три года в два года здесь все зависит от породы то есть обычно ну вот я рекомендую как там допустим завели вы животное завели вы животное если тому животного вы уже потравили глистов да и вот она уже готова к первой вакцинации вы можете прийти на первую вакцинацию совместить ее с осмотром ветеринарного врача то есть сделают прививку и расскажут то есть если у вас породистые животные то какие у вашего животного могут быть проблемы в течение жизни то есть что нужно делать чтобы эти проблем не допустить и какие рекомендации по диспансеризацию есть конкретно у вашей породы там собаки либо кошки вот то есть если мы говорим про беспородных животных то ну там в первые 10 лет это может быть раз в два в три года но если не возникает никаких жалоб помимо этого то ну а животные старше десяти лет там уже ежегодно там уже ежегодно потому что у них развиваются опять же и сердце могут быть проблемы и хроническая почечная достаточность у кошек это очень частая ситуация обращения к ветеринарному специалисту у них там и повышается давление и проблемы щитовидной железой тоже нередки мы выяснили да что диспансеризация и так далее и тому подобное есть еще вот какой важный момент я сама тоже с этим сталкивалась когда мы заводим животное это момент стерилизации кастрации это кстати относится и к бездомным до животным тут вопрос стерилизации очень бы хорошо решил те существующие проблемы которые есть на сегодняшний момент нужно ли стерилизовать и кастрировать животное ну вот про стерилизацию это прям мы настоятельно рекомендуем делать и кошкам и собакам причем мало этого проводилось исследование в европе достаточно большое где было выявлено что стерилизация собаки до первой течки является на 90 процентной профилактикой развитие опухолей молочных желез уже у животного возрасте то есть но 90 процентов это очень хорошая цифра да то есть так как с опухолями молочных желез там с различными воспалениями матки яичников к нам обращаются каждую неделю то есть у нас у онколога нет недели которому бы не пришел первичный пациент с подобной проблемой то есть если мы можем ее спрофилактировать заранее на то почему бы нам этого не сделать то есть ну и поэтому стерилизация кошек стерилизация собак то есть мы это предлагаем объясняем необходимость она не несет никаких побочных эффектов но единственное это возможно повышение аппетита вот повышение аппетита но которая все благополучно контролируется физической нагрузкой контролируется специальными диетами то есть формами все да да вот фактически все в остальном только плюсы но с кастрации кобелей здесь нет таких прям четких рекомендаций потому что да у них также с возрастом может развиваться там различные проблемы с предстательной железой там образование семенников но это бывает уже гораздо реже ну и поэтому вот прям жесткой рекомендации ну вот по крайней мере в нашей клинике такой нету то что касается усоби женского пола то здесь вот прямо настоятельно все рекомендует да рекомендуем ну и для уличных животных то есть мы очень тесно сотрудничаем с фондами до сумкой сумкой да то есть нас очень много умкинских животных и через сумку тоже к нам бывает привозят животных на уличных на стерилизацию на кастрацию то есть их отлавливают привозят к нам мы их проводим операцию потом несколько дней они у нас стационаре сидят и когда возможно их отпускают во внешнюю среду ну либо непосредственно там люди там либо фонд забирают уже к себе на дальнейшее пристройство то есть ну это тоже такой большой плюс потому что тем самым если все мы хоть потихонечку начнем этим заниматься да то и опять же проблема с безнадзорными животными с бездомными ну она может быть и не решится но минимизируется это точно допустим я вообще знаю что есть некоторые страны европы где на улицах стоят даже специальные такие поилки для бездомных животных то есть они там все стерилизованы у них есть определенные чипы которые их идентифицируют то есть их там стоят кормушки поилки это нормально вот и эти животные не сбиваются в стаи эти животные не наносят никакого вреда людям да то есть но они существуют вместе с нами в больших городах то есть это один большой солнце но фактически да то есть ну и допустим тоже нередко такое что я слышала что животных бывает пристраивают за границу вот как вот детей усыновляют вот так же и животных у нас буквально вот у нас недалеко от дома есть лес где гуляют собачники ну и вот как-то они там щенка отправляли куда-то там в какую-то страну европы потому что вот они нашли мы там владельцев то есть но опять же владелец почему-то не взял животное у себя в приюте где приюте да то есть ну не знаю причины этому ну я надеюсь на то что может быть у них там тоже на приютских животных стоит какая-то очередь он не захотел ждать и решил привезти с россии может быть даже так да наверное конечно много документов ему понадобилось много документов но щенок в итоге полетел как повезло щенку сказка про золушку буквально есть ли какие-то болезни которыми чаще болеют наши вот приморские животные если можно так сказать ну вот сейчас у нас началась весна и пришел сезон дирофиллариоза то что есть вот дирофиллариоз это гельминты гельминты которые переносятся при укусе комара комар кусает собачку заносит личинку эта личинка вырастает в сосудах до взрослого червя длиной до 15-16 сантиметров уже и он живет в сосудах когда сосудах места ему не хватает поселяется в сердце и непосредственно на узи мы даже иногда этих гельминтов видим на узи сердце прям как они там болтыхаются то есть эта проблема на самом деле очень острая настояла у нас всегда профилактика здесь простая профилактика это давать препараты убивающие личинки каждый месяц во время лета комаров то есть ну фактически уже вот сейчас пора и я по 10 по 15 раз своим клиентам каждый день это рассказываю потому что профилактика поставить препараты недорогие антигельминтики широкого спектра действия каждый месяц мы обрабатываем животное и мы его таким образом защищаем от дирофиляриоза если же проблема уже дает какую-то клиническую симптоматику то тогда здесь все намного сложнее потому что такие животные у них развиваются проблемы с почками у них развиваются пневмонии сердечная недостаточность то есть и когда обращаются с какими-то клиническими признаками не всегда удается спасти к сожалению это вот именно наша дальневосточная получается как это по нашей широте то есть владивосток ну приморский край дальше по нашей широте если мы берем россию это краснодар вот у нас дирофиляриоза много то есть если говорить там про москву петербург раньше его там вообще не было но сейчас он у них тоже встречается но это больше завозное из приморья до либо то вот с югов ты мне все это говоришь и это все время пребываю в шоке потому что этот человек который с первой класса мечтала стать ветеринаром да было тогда да и который осуществил свою мечту и я понимаю что то что ты мне сейчас рассказываешь да это мы ведь наверное не учат ветеринарной академии к сожалению большей части нет то есть но у нас есть определенные проблемы с образованием расскажи мне как становится ветврачами как как сейчас складывается ситуация со специалистами у нас здесь в приморье потому что ну в москве да там понятно там практически что угодно сделают ваши собаки не за зубы вставят наверное если понадобится у нас мы пока еще ну скажем так на стадии развития ну вот здесь именно с образованием на самом деле проблема она у нас происходит вследствие того что программы по обучению ведь будущих ветеринарных врачей сами программы не менялись советского времени то есть а в советском времени ветеринария это было сельское хозяйство ветеринар экспертиза ну и где-то совсем совсем чуть-чуть лечение мелких домашних животных то есть и программу не меняют поэтому выпускаясь из академии но где бы ты не выпускался будь то там наш уссу риск ну а вот для нас ближайшее образование этого уссу риски или это какие-то университеты западные к сожалению то есть в общем все будет примерно одинаково то есть база да база будет примерно одна да сейчас то есть вводятся новые предметы по лечению мелких домашних животных начинают развиваться ветеринарные клиники при академиях но это вот все еще вот до того идеала который сейчас мы можем наблюдать там европе в америке ну вот правда очень грустно но нам до них еще очень далеко вот но мы к этому стремимся то есть из того что мы имеем сейчас это ну для начала нужно большая-большая любовь к животным ну и в принципе я еще не видела ни одного ветеринарного специалиста который бы не любил бы свою профессию не любил бы животных то есть мы идем в академию получаем диплом ну и дальше мы понимаем что нам нужно учиться всю оставшуюся жизнь начинаем ездить на различные стажировки в клинике москвы и петербурга там если есть возможность то какие-то даже в другие страны вот читаем огромное количество литературы с учебниками тоже у нас но на данный момент не все так как хотелось бы потому что еще буквально там некоторое время назад друг учебники которые были переведены на русские они имели достаточно устаревшую базу то есть и отсюда есть необходимость в изучении английского языка чтобы смотреть английские учебники ну и вот даже сейчас у меня встал вопрос про мрт да то что мы открываем мрт и фактически у нее нас нет русскоязычного учебника по мрт домашних животных то есть все они на английском все они на английском всех их можно купить там через зам только через amazon привезти там из америки вот и когда они будут на русском языке ну я думаю что да не известно очень и скоро то есть также огромное количество статей научных которые несут самую самую новую информацию там о лечении того или иного заболевания то есть это тоже все они на русском языке ну и мы это все переводим раньше мы это переводили ночами со словарями да сейчас дай бог прогрессу есть определенные там приложения программы которые это делают гораздо быстрее то есть ну и стажировки стажировки конференции конгрессы да то есть я допустим вот выпустилась мне кстати 10 лет в этом я тоже выпустилась академии вот и фактически вот я уже на протяжении 10 лет но за исключением года с коронавирусом на на протяжении 10 лет каждый год я езжу в москву либо в петербург на конференции конгресса стажировки вот для того чтобы повышать свой уровень знаний и непосредственно чтобы я могла обеспечить тот должную медицину которая нужна для выздоровления тех питомцев которые к нам приводят то есть но я знаю огромное количество специалистов которые делают то же самое еще какой интересный момент не так давно и я помню просто эту свою историю да у меня возникли у кошки проблемы с зубами ты еще была студенткой мне некому было так идти за помощью ну мы нашли в итоге помощь но это действительно стала проблема у нее начали выпадать зубы и не могли не могли у нас здесь разобраться во первых чем причина но это было достаточно там лет 10 наверное назад 11 может быть 12 не могли найти ни причины не помочь толком не могли сегодня мощности наших клиник ветеринарных в приморье как-то улучшаются нет если травма например какая-то серьезная у животного произошла ну сейчас вот последний наверное вот как раз таки лет пять-десять ветеринария она просто растет семимильными шагами она растет настолько быстро что открывается огромное количество новых центров то есть я знаю что на западе эти центры которые по три тысячи квадратных метров там и больше у них новейшее оборудование там по несколько хирургий то есть у нас тоже вот ну буквально там год назад да мы переехали в новое здание у нас сейчас 740 квадратов то есть огромная двухэтажная клиника и у нас есть возможность в этой клинике разместить там от узи ну до мрт опять же да у нас открывается мрт да у нас открывается мрт вот еще буквально месяц остался и ну фактически мы будем единственные на дальнем востоке которые могут проводить данные исследования животным потому что до этого это был только новосибирск и у меня были владельцы которые садились на поезд выкупали я купе и ехали с большими собаками в новосибирск для того чтобы сделать мрт а фактически если у нас животное страдает какой-то неврологическим расстройством то без мрт мы не можем поставить диагноз 90 процентах случаях то есть мы оказались безвыходной ситуации но я наверное пересмотрела свое время доктора хаоса поэтому мне как-то мне это направление стало очень близко я понимала что неврология но это на одной из самых тяжелых и сложных направлений медицине и в человеческой ветеринарной но я вот его начала развивать свое время начала развивает начала узнавать ну и столкнулась тем что без мрт мы никуда и каждый раз вот каждый год приезжая на запад ну а там аппаратов стоит больше чем у нас соответственно да то есть приезжая на запад на конференции на каждой конференции смотря какую-то там новое исследование там везде говорят вот тут мы сделали мрт тут мы сделали мрт поставили диагноз тут сделали мрт то есть и буквально год назад вот на такой из конференции я вышла злая звоню мужу говорю сережа нам нужно мрт ну и вот прошел буквально год там чуть больше полтора и скоро мы сможем распахнуть двери и теперь все неврологические пациенты смогут получать должную диагностику должное лечение ну наконец-то да это большая новость потому что тоже нужно было отправлять собаку но не было собака была старая естественно никакого мрт не было не получила животное это как с человеком то есть что-то у нас происходит мы идем обследоваться мы идем обследоваться мрт нам назначают мрт сейчас вообще очень популярная процедура сейчас даже есть такая программа как онкопоиск то есть но она стоит приличных денег у людей на самом деле это очень здорово то что тебя там от головы до пяток просветили на наличие онкологии но онкология молодеет на то есть вот мы также как у нас есть одно из направлений это онкология и большое количество пациентов приходит нам с по направлению с других клиник то есть но действительно эта проблема которая при ранней диагностике имеет более благоприятные прогнозы то есть по сути у животных также как у людей еще и больше еще и больно но еще и больше из-за того что мы там выводя прекрасные породы с короткими носами большими головами ну тем самым потенциально мы добавляем каких-то генетически обусловленных проблем этим животным не задумываясь об этом так давай подведем какие-то итоги наверное нашей беседы что нужно делать человеку когда вы завели животное вот так по пунктам по пунктам ну сначала нужно подумать а нужно ли тебе это животное еще до того как вы завели как я уже говорил да то есть если ну вы понимаете что да вы готовы следующие там 12-15 лет жить с этим животным то есть обеспечить ему должный уход вот ну и вы понимаете что вы его никуда не бросите не денете а ну животное это же не мягкая игрушка которая всегда милая пушистая ты ее там тетешка ешь да и все то есть животное это и если мы говорим про собак это прогулки до прогулки дождь снег слякоть мы с утра встали там оделись и пошли гулять если это кошка то это кошка там может начинать царапать мебель да то есть но доставлять какие-то не только радости но и неудобства поэтому мы должны заранее об этом подумать максимально стараться профилактировать ну и понимать что большое количество времени нам нужно будет уделить особенно если мы говорим про собаку для того чтобы эта собака там в первый год жизни там и с дрессировкой позаниматься чтобы она была умная воспитанная да то есть не составляла проблем ни нам ни окружающим людям на улице если там это не воспитанная хаски которая несет сломя голову да там или там лабрадор который бешено зацелует до смерти любого прохожего вот дальше мы разбираемся с кормлением разбираемся с питанием думаем а чем мы будем его кормить будем ли мы его кормить готовыми кормами или натуральной пищей то есть вот но я не имею ничего против сильно натурального питания если она балансирована диетологами существуют специальные ветеринарные диетологи это такие специально обученные люди которые составляют рационы которые составляют рационы хотите кормить домашней пищей пожалуйста вот вы обращаетесь это все можно найти в интернете обращаетесь Обращаетесь, но единственное, что этот рацион правильного питания, так же как и рацион правильного питания у человека, будет вот таким. Это достаточно сложно. У нас нет ветеринарного диетолога, но я говорю, то есть обычно это все дистанционно списывается. Я видела, составляли эти рационы, они огромные, и далеко не каждый человек будет располагать тем временем и теми финансовыми средствами, потому что это еще и дорого кормить животное правильно, чтобы этим заниматься. Поэтому я больше склоняюсь к кормам. К корма вы заходите в супермаркет, там огромные витрины, выбираете на свой вкус, цвет, кошелек, то есть от среднего класса до премиум, супер премиум корма. И это намного проще, и мы точно знаем, что нам не нужно ломать голову, как нам сбалансировать питание, потому что там уже за нас поработали специально обученные люди, которые уже все туда положили, сколько нужно микроэлементов, сколько нужно витамин. Потому что вот опять же тоже буквально недавно был такой случай, мне принесли котенка на натуральном питании, есть такое заболевание, он называется элементарный гиперпаратириоз, когда из-за переизбытка фосфора и недостатка кальция в рационе, кости становятся хрупкие. То есть на рентгеновском снимке у котенка не было видно костей. Под своим весом он сломал две лапы, и они были настолько вот, ну вот, как стеклянный, как хрустальный он был, этот котенок. Ну и единственное лечение его было, это ограничение подвижности, чтобы он себя не доломал, и правильное питание. На правильном питании там спустя месяц мы уже видели, что и он ходить уже стал, и до этого ему было очень больно, потому что два перелома это только то, что мы смогли увидеть на вот этот вот прозрачном просто снимке. Вот, возможно, их было гораздо больше. Вот, он стал ходить, он стал намного активнее, он начал набирать веси. Вот, ну и вот правильное питание это было единственное лечение. Поэтому об этом нужно задумываться, когда вы там говорите, а у меня кошка 10 лет назад там жила и ела только рыбку, все с ней было хорошо. Ну, к сожалению, вот далеко не всегда все бывает хорошо. Ну, дальше вы идете к ветеринарному специалисту, вы вакцинируетесь, вам все рассказывают, осматривают, если нужно что-то скорректировать, корректируют. Если нет, вы вакцинируетесь и растете. Растете, если это собачка, то обращайтесь к дрессировщику, чтобы он помог вам скорректировать ее поведение, там научить командам котов, да, тоже есть такие зоопсихологи, вот, решают котячьи проблемы. Вот, то есть если у вас кошечка, то, ну, дрессировка вам здесь не нужна, ну, то есть вы понимаете, что у кошки должно быть свое место специальное, да, то есть свой лоточек, своя кормушка, вот. Ну, если вы там летом выезжаете с ней куда-то на дачу, на природу, то это вы там обрабатываете ее специально от паразитов, там дополнительно прививаете там от того же бешенства, да, которое, хоть у нас в Приморском крае уже давно бешенства не было, но все равно по российскому законодательству мы должны прививать всех своих животных от бешенства, потому что это зоантропонос, то есть это то заболевание, которое несет огромную угрозу для человека. Ну, а, допустим, на Западе бешенство встречается, вспышки бешенства встречаются каждый год. Вот, то есть, ну, это опасно, это очень опасно. Ну, и, конечно, как бы это банально ни звучало, мы в ответе за тех, кого приручили. Конечно, да. Заботимся о своих животных, любим, лечим и несем ответственность, чтобы потом у нас не было тех самых бездомных собак и кошек в большом количестве и не было каких-то грустных новостей. Да, пусть новости будут только хорошими. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». У нас в гостях была заведующая Дальневосточного ветеринарного центра «Надежда» врач узких специализаций Анжелика Греченко. И мы говорили о наших питомцах и о ветеринарной помощи. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова